Привет! Вы на канале Иришка Мими и ее миленьких крысожопок. Сегодня я этим хвостатым друзьям буду мыть хвостики. Да, потому что мальчики в основном не моют свои хвосты. Девочки, не знаю, как говорят, что девочки более чистоплотные и моют свои хвостики. А вот пацаны ленятся и про хвост забывают, поэтому им нужно немножечко помогать. Это делать не обязательно, хвосты мыть крысам не обязательно, это по вашему желанию. Вы смотрите на хвостик, видите, что он такой какой-то грязный уже немножко, может быть, попахивает мочой, как-то неприятно, то тогда можно помыть крысам хвостик, но не саму крысу, хвост крысы. Как правильно это сделать, я покажу вам чуть-чуть попозже. Дю, мои зоечки, мои мазоечки. Смотрите, мои крысы водичку не боятся. Ну, как сказать, не боятся. Локи у меня ее не боится, потому что привык я его с детства, приучила к запаху воды, ой, к запаху звука воды. Я брала его с собой в ванну, на стиральную машинку сажала, сама принимала там душ, в ванну, водичка лилась, он все это слышал. Мигель у нас более пугливый в этом плане. Я его реже с собой брала, так же, как, ну, уже двоих я брала с собой в ванну, так же сажала, мигель у нас более побаивается водичку, чем Локи. Локи, дозорчик, мой какой красавчик, видите, как Савчик, красавчик, красавчик. Вот, и поэтому у нас он не такой пугливый. Дядюшка Ло уже знает, что это такое. Как часто мыть хвостики нужно? Смотрите, можете один раз в неделю мыть, можете один раз в месяц, а можете вообще не мыть, по желанию хозяина все, на самом деле. Напоминаю и повторяю, что мыть хвостики можно, а тело само не нужно быть, и не дай бог, чтобы водичка в ушки не попала, потому что тогда может быть отит и проблемы с ушками у крысы. Давайте посмотрим, где там Мигеля. Это Локи, а здесь у нас Мегапопа, пьет водичку там. Я его накрываю, чтобы ему потемнее, как Попугаю, знаете, потемнее было. Они любят темноту. Мигелюнечка, привет, привет, крысожопа. Привет, не хочет выходить. Я его замучила сегодня уже, на самом деле. Я с ним игралась уже. Так надо подвинуть, а то я тут бегала, Локи приходил. Тут территорию обходил. На кровати. Короче, Мигелюнь, выходи, пожалуйста. Поздоровайся с нашими зрителями, мышка-пипишка. Мигелечка, смотрите. Ты выйдешь, нет, жопа волосатая? Нет, не выйдешь, наверное. Вот, давайте, давайте. Выходи, 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 Гуленочка. Ну, 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 ну. Ну, 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 ну. Ну, ты выйдешь, нет? Ты не хочешь выходить? Ну, да, ладно. Я ему поменяла клеточку уже чистую. И чтобы тут после мытья хвостика все было чеки-пеки. У Локи тоже поменяла. Ой, Локи. Ой, Локи. Локи у нас такой любвеобильненький. Да, в принципе, Мигель тоже любвеобильный. Локи не любит, когда его так тормошат. В принципе, Мигель тоже. Но с Мигелем можно вот так вот тебя повести, потому что он как бы, ну, разрешает, что ли. А Локи нет. Ее нужно обязательно не нагладить. Никаких таких манипуляций резких не нужно. И он это не любит. Вот, смотрите, смотрите на эту мышку. Я не могу. Да, Крюшечка моя, Крысюшечка красивая. Ты мой мальчик-мушайчик. Усатый мой сёсик. Ладно. Все, пойдемте мыть им хвостики. Фуку, они у меня не спят, да? Чтобы их не будить. Пойдемте, пойдемте. А после того, как я помою им хвостики, мы их покормим пюрешечкой. Ну, чтобы, как бы, они молодцы, что помыли хвостики, правильно же? Поэтому пюрешечкой их покормим. Все, погнали. Смотрите, Мигелька тут прилег. Вот, колбаской лег. Сейчас как вам так удобненько снять, чтобы было? Вот оно. Вот оно, такие садилия, красадилия наши. Вот и мой садик, тоже такой нагревшийся. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, красавчик-пожайчик. Все, пошли мыть хвостики. Да, детечку, да, вот так. Вот сюда. Берем щеточку. Так, вот и осторожненько. И вот так чистим хвости ларонатом. Хвостики крысам можно мыть зубной щеткой мягенькой, не жесткой. И можете мыть со средством, мылом, шампунем детским каким-нибудь. Но я обычно просто протираю водичкой, могу даже без зубной щеточки пальчиками так двумя протирать хвостик. Главное, чтобы не зачесывать наверх, чтобы хвостик не повредился, чешуйки хвоста. Обязательно движениями снизу, ой, сверху вниз тянем и аккуратненько сильно не нажимаем. Все, что нужно, у нас оно и так смоется. Можете просто пальчиками тоже сверху вниз вот так ведете, аккуратненько, но никак не наверх, чтобы не повредить крысику хвостик. И затем вытираем чистым полотенцем наш хвостик и жопку, если намочили. Обязательно надо протереть. То же самое проделываем с Мигелем. Мигель, правда, боится водичку больше, чем Локи. Постоянно вырывается, царапается, но все равно как-то получилось у меня помыть ему хвост. Ну, на самом деле, больше боится, чем ему на самом деле страшно. Как-то запутанно сказала. У меня вот такое мясное пюре, рогу овощное с говядиной из магазина Вкусвилл. Для детей, вот смотрите. Ну, короче, это не важно, что для детей. И с говядиной, и овощами. В принципе, нормально. Я даю своим крыскам очень последнее время редко. Вот такие пюрешки всякие, потому что у меня хороший корм, и я кормлю корм. Там еще могу морковочку, там овощики им дать, когда сама что-то готовлю. Так, я достала из холодильника, поэтому я сейчас минуту, даже не минуту, а секунд 15-20 погрею микроволновки, чтобы она стала потеплее. Размешаю и дам крыскам. Вот вы можете брать любые рогушки, там фрукта няня, тёма, какие там еще есть, я просто не знаю, и давать своим крысам как лакомство. И напоминаю, что у меня есть таблица питания для крыс. Я оставлю под этим видео в описании. Вы можете на нее зайти, там есть поиск, пишите любой фрукт, овощи, там что вам надо, и вам в таблице покажут. Если там что-то нет, напишите в комментариях, я добавлю, потому что могла пропустить. Где я взяла такие мисочки, кстати, у меня часто спрашивают, на Алиэкспрессе заказала, ссылочку оставлю тоже в описании под этим видео, если вдруг интересно. Про 20 секунд я погорячилась, поэтому вполне достаточно 5-8 секунд, потому что микроволновка быстро греет. У нас она еще более слабая, у кого она прям моментально греет, мне кажется, секунды 2-3 достаточно будет. Ну все, чавкают за обе щеки. Мне крысы обожают мясные пюрешки, само мясо, там курицу, когда я готовлю, они обожают. Я бывает еще готовлю курицу, когда варю там супчик, ножки я варю обычно, то я мясо очищаю, и у меня остаются ножки. И я даю там крыскам, немножко мяска остается, и хрящики они грызут. Вот, им прям нравится. Ну смотрите, они обгрызают, правда, сразу хрящики, косточки, я их выбрасываю, потому что в клетке оставлять как-то странно. Большие кости. Приятного аппетита! Вы молодцы, вы заслужили, вы помыли хвостики мои смелые крысы, чистенькие чистюлечки мои. Кошьет пюрешку, говяжью пюрешку с кожей с овощами, то, что надо. Моя лапочка, лапочки мои, сяпочки, как вкусненько. Как вкусно, мама приготовила, да. Смотрите, как часто можно давать такую пюрешку. Один раз в неделю достаточно будет. Но так как я беру вот эту баночку, которую вы видели, я обычно ее там беру и там сегодня дала, завтра, пока они не доели. Утром могу дать вечером, на следующий день также дам утром или вечером. Ну, мне обычно на три приема пищи хватает, потому что, смотрите, они по целой мисочке уплетают у меня. Вот, и все. Потому что пюрешка не испортилась, как бы все. Один раз в неделю это даже много, потому что это очень калорийно, жирненько. Плюс ваши крысы могут отказаться от основного корма. Если вы будете часто давать продукты извне, там, какие-то лакомства, овощи, фрукты часто, то ваши крыски могут перестать есть обычный корм на пюрешках и растолстеют быстро. Так что следите за их питанием внимательно. Да, как вкусненько, как вкусненько, мамочка приготовила, все так вкусно мы едим. Зайчики мои, они любят это. Плюс они, наверное, обожают, когда я им даю, потому что очень редко даю. Раньше Локи, когда был один, я ему постоянно, мне кажется, ну, был корм, и вот пюрешку я один раз в день точно давала Локи. У меня разжирел он. Сейчас он похудел мне, кстати. Кто давно на моем канале заметили, что Локи похудел? А Мигелька подрос. Догнал уже Локи. В феврале Локи будет. Январь, февраль. Да, в феврале будет Локи два года, а Мигель будет годик. Все, Мигель так быстро съел. Офигеть, ты быстрый, конечно, крыс. Пусть ты такой еще съел уже, да? Скажу, этого мало, давайте мне еще. Он бы еще с удовольствием целую тарелку съел, если бы я положила. Ну что? Мигель наглый, конечно. А Локи уже все тоже доел. Конечно, Мигель наглец, да, Локи? Все, теперь мыться, да? Теперь и мыться. Ну ты крыса, конечно, Мигель. Мигель. Локи, а что, ты все поела? Хочешь теперь ко мне вернуться? Ну все, понесли их обратно в комнатку. Давай. Давай на ручку ко мне. Ой-ой. Мигель, пойдешь? Иди к мамочке. А Мигель еще и проверяет. Тарелки. Да все, куда тебе? Локи-то вон уже поел, наелся. А ты чего? Ты будешь меньше, Локи. Чуть-чуть по размеру. Ой, все, забираю, крыс. Так, куда пошел? Забираю. Посадила Мигеля обратно сюда. А Локи вон уже ходит тут. Кто ходит, колобродит, мистер Ло? Кто ходит, колобродит у меня? Большой крысен. Сейчас пойдет проверять Мигеля, наверное. Мне так кажется. Понаблюдаем немножко за ними. Блин, мне бесит этот фокус, ребят. Что с моим фокусом? На улице, кстати, дождь, снег пошел. Смотрите, выпал за ночь. Нормально. Ну, в смысле, он был уже снег, но по эту неделю стояла солнечная погода по утрам, ясное небо было. И асфальт был такой чист. Только вот, ну, на земле снег лежал. Асфальт был чистый, а все. Закончилась такая погода, поэтому теперь пошел снег. Мелкий. Ну, в принципе, тоже неплохо, как бы чувствуется зима. Мигель в клеточке, Локи под пледиком. Короче, ничего неинтересного, просто входит, ребят. Ладно, ребят, на этом я прощаюсь. Спасибо, что посмотрели выпуск. Колокольчик не забывайте ставить. Лайк, комментарий, активность. Всем пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова